друзья всем огромный привет привет мои хорошие мы пообедали не то пообедали не то поужинали потому что ни то ни другое по времени и вышли с семьей погулять мальчишки взяли мяч сейчас вам покажу приехали у нас тут такой парк депортива и все занимаются спортом кто бегает тут прыгает в общем что тут вот такие футбольные поля мальчишки играют в футбол а даня наш что-то и не знаю что мы сегодня захотелось говорит я хочу пакет кидать мяч в кольцо поиграть в баскетбол мы идемте то в общем взяли мяч юляши сегодня выходная вот и я и говорю все давай тоже вместе с нами потом мы именно чтоб все четвером мало проводим времени у нас вот обычно папка дома мамки нет мамка дома папки нет так что вот такие милая пацанам пистонов ставлю что это девочку мою обделяют я не поняла что это вы дочку мою обделяете сейчас я им дуться дам за трещину они толкаются дерутся Даня у тебя штурки завязали чтоб ты не грохнулся я конечно тоже так играю но я не готова к таким поединкам не попал когда-то в хорошие времена мы всегда тут с друзьями собирались вот такие вот столики тут и там брали обеды у кого что есть и мы тут сидели на воздухе ели там внизу вот где крыши машины там тоже все столики столики там очень много людей приходят туда поесть на воздухе ну а детям чтоб конечно погуляли да было когда-то такое время доброе утро друзья доброе утро мои хорошие ну что сегодня 5 декабря вот я со своими документиками не еду на вливание сейчас без 15 8 я сейчас дам кровь потом иду завтракать вот где-то минут сорок жду и и деду на вливание особенно как всегда кто-то из моих членов семьи на сегодня то мой муж опс где ты так что все пожелайте мне удачи я вперед вот Ну что, ребятушки, всё, я закончила уже. Что-то сегодня вообще смотрю на себя, и синяки, и светлая. Почему-то у меня давление всё время так опускалось. Сегодня у меня уже по счёту было 13-е вливание. Так что, уже скажем так, рубеж, половину пройдем. Сдавала анализы. В принципе, анализы хорошие, только гемоглобин, капелюшечку вообще не изучить. Вот, капелюшечку незначительные, а так всё, в принципе, нормально. Ну что, теперь надо нам противостоять, да, несколько дней для того, чтобы набраться сил и дальше идти в бой. Я уже вышла на улицу. Он уже приехал за мной, муж мой. И сейчас поедем уже домой. Не знаю, будут силы, как там, потом что-то я с ним расскажу. Нет, не теряйте меня. Вот, ну что-то сегодня, как-то так, то бывает, льётся, это сегодня, ну как-то так сложно. То холодно, то тошнило, то... Ой, Папулькин мой. Ну, там, когда копалось, да, то я замёрзла жутко. Ты думаешь, что будет холодно? Нет, ну это такая специфика, не от этого, что там тёпленько было. Всё, ребятушки, мы поехали домой. Привет, друзья. Привет, мои хорошие. Вот она я. Вот. На следующий день, да, после иммунотерапии. Вчера вам уже не сняла, думала, что там, ну ещё отчитаюсь, да, как оно и что, как самочувствие. Но, честно, ребят, не знаю, видите, оно раз на раз не приходится. И когда-то, бывает, допустим, отливается хорошо, легко, вот, потом дома подхватывает. Бывает и льётся тяжело. Ну, допустим, как вчера, почему-то всё время падало давление, я была сама не своя. Приносили, немножко приостанавливали, приносили мне вот аж то сок, то покушать, ну, чтобы время, в общем, потянуть. То вот такое вот, то холодно, то жарко. Вот. Ну, ничего. Главное, чтобы помогало, главное, чтобы был результат. Ничего там вчера вам уже не наговаривала, ничего, потому что вчера было столько народу, ещё вот настолько так вот именно забито на потоке. Я ещё не помню вообще такого за всё это время, сколько я, вот, вливалась. Вчера у меня было 13-е вливание, да. Вот. Не знаю, из-за того, что там вот это смещалось, то я полтора месяца пропускала, не капалась, то каникулы, то вот эти вот все рождественские праздники, то-то-то всё. В общем, то немножко затянется, так у меня получается. Говорили, что в январе, ну, а теперь совсем не в январе, потому что ориентировочно мне поставили 20 вливаний. Вот. А я прошла только 13. Так, ну что, вчера, в общем, я сдавала кровушку, ну, я же сдаю, такие, скажем, не такая развернутая форма, развернутую форму, там, раз в три месяца, да. Это, ну, гемоглобин этот раз 121, вот, а был тот раз 124, ну, совсем на капелюшечку там понижен. У нас норма от 123, 123-153, да. Ну, это такой мелочи, там тоже кое-какие показатели, всё, что связано с гемоглобином, тоже капелюшечку понижены. Вот. Лейкоциты. Лейкоциты тоже немножечко упали, потому что, вот, ещё 14 ноября они были 6,5, вот, а вчера они уже 5,8. Вот, ну, всё равно в норме, потому что у нас норма считается от 4,4, 11,3. Ну, хотелось бы, конечно, чем выше, тем лучше. Вот. Вот. И упали немного тромбоциты. Тромбоциты 14 ноября у меня были 220, а сейчас 194. Ну, всё равно в норму вхожу, потому что норма у нас 149, 409. Вот. Почему повторяю нормы, всегда всё это, хоть я каждый раз и говорю, но, знаете, может, кому-то это уже и надоело, а некоторые, может, смотрят меня. Ну, первый раз, чтобы не было никаких непонятных. Ну, а всё, и в остальном, в остальном всё, всё хорошо. Вот. Волос, как всегда, вы слышите под силу, это ни для кого не новшество, надеюсь на то, что вы меня слышите хорошо, вот, потому что громче кричать не получается, потому что чем начинаю громче говорить, тем больше начинаю задыхаться. И ещё вот какой минус, минус крутых вот этих телефонов, это в том, что я, значит, взяла с собой же свой микрофон, вот, и вот они уже настолько, получается, чем круче телефонов и этим, меньше всяких вот этих, скажем так, привычных для нас. То есть, микрофон к нему подключить нельзя, только через Bluetooth, только беспроводное, что-то это у меня теперь, мои микрофоны, я ещё, я ещё и прикупила, вот, тот, на который я раньше вам снимала, тут без проблем всё есть, а на этом новом нет. Ну, надеюсь на то, что вы меня будете слышать хорошо. Вот, и что ещё? Значит, провели мы консультацию по поводу того, что у меня вот эта вот болитая тазобедренная кость, не тазобедренный сустав, прошу прощения. В общем, начался у меня артроз, да, тазобедренного сустава. Как мне сказал врач, что от этих препаратов, которые я принимаю, они имеют место быть, и эта проблема тракается, наверное, людей, больше, наверное, 90%. То есть, он говорит, что это очень-очень часто. Так что, сейчас буду сидеть до конца лечения только на пейсболах, когда очень сильно болит. Вот, или же есть там, ну, дали мне видео, какую-то там гимнастику специально для этой проблемы. И всё, то есть, сейчас никакие лечения, ничего не поможет, потому что я принимаю вот эти препараты. Когда я закончу, он сказал, что тогда он даст мне назначение к травматологу, и тогда нужно будет походить на массажи, попринимать, он скажет, какие препараты лечебные, вот эта вот зарядка, ну, какие-то мазюшки, ну, в общем. То есть, начнётся комплексное лечение, какие-то там физиопроцедуры. Ну, а сейчас он говорит, нет смысла, потому что результата я не увижу. Вот, немножко я расстроилась в этом плане. Ну, что, я думаю, что если уже там дальше будет совсем-совсем уж так плохо, и в дальнейшем, то этот сустав всегда нужно поменять. Если уже будет нивно, то... Вот. И ещё. Я не знаю, есть у меня такие люди на канале моём или нет, но я всё-таки хочу спросить. Девочки, может кто-то делал из вас, подсаживал волосяные луковицы в Турцию? Если кто-то это делал, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне очень сильно интересно, потому что я очень много читала отзывов, я очень много наслышана этим. И когда там работали в Турции, да, очень много... Турция, наверное, одна из лучших на первом месте, кто занимается этим емом. Вот. Меня очень сейчас интересует этот вопрос. Хотелось бы немножечко порадовать себя. Волосы начали отрастать всё. Но, когда, сразу после химиотерапии, помните, какие они у меня были кучерявые? Просто потом вот это же одно всё вылезло, я состригла. Всё это и сейчас отрастает, но уже такой вот... Если бы он после химии был такой густой, то сейчас просто такой вот пакля. Такая, как у меня была раньше. Ровная, никакая, редкая. Так что, не знаю, если вдруг что, хочу сделать себе после лечения вот такой подарок. Не я себе. А муж мне предложил, что, говорит, если ты хочешь, я тебе могу сделать такой подарок. Вот такие вот дела, ребят. Сегодня не спала вообще. От слова совсем. Бессонница колоссальная. Но я, правда, пришла, когда с больницы, и меня просто вырубила. Я всё время проспала, и я знала о том, что всё, хана моей ночи. Но обычно так, если я ночью не сплю, когда на рассвете, меня тогда уже немножко подкашивает, и я могу несколько часов поспать. То сегодня от слова совсем. Совсем и сейчас хоть глаз выкали, никакого сна. То есть, ну, чего это, нужно опять несколько дней переждать, потом откорректировать это всё мелатонинчиком, и всё станет на свои места. Все будут добры. Я вам всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Берегите себя, берегите своих близких. Я вас обнимаю, и до встречи. Пока-пока.